Привет всем! Вы на канале ТопАрмия. Российский истребитель Су-57 будет выступать в качестве воздушного снайпера. Об этом говорится в свежем материале портала Military Watch. Как отмечается, подавляющее количество положительных отзывов о российском многофункциональном истребителе пятого поколения Су-57 касалось исключительно его боевых возможностей. Действительно, российский самолет способен в воздухе на многое, даже на ликвидацию таких мощных машин, как американские F-22 или F-15. Однако не стоит забывать, что помимо способности носить разительные удары крылатыми, а в теории и гиперзвуковыми ракетами, Су-57 располагает и мощным набором датчиков и электронной аппаратуры, которые позволяют ему выступать в качестве воздушного снайпера, то есть отвечать за высокоточные атаки по стратегически важным объектам противника. Сам по себе термин «воздушный снайпер» получил распространение благодаря американскому палубному истребителю F-14 Tomcat, стоявшему на вооружении военно-морских сил США вплоть до 2006 года. Этот самолет обладал самыми мощными сенсорными комплексами из всех существующих на тот момент аналогов. Его радар был настолько мощным, что позволял истребителю наносить предельно точный удар на расстоянии нескольких миль. После 2006 года самолетов с такими характеристиками больше не наблюдалось. Однако сейчас эту нишу, как отмечают авторы «Милитаривач», займет Россия. Стоит отметить, что радиолокационные возможности Су-57 действительно впечатляют. Самолет оснащен радарами с активной фазированной антенной решеткой X-диапазона N036 «Белка», которые обеспечивают большой сектор обзора, повышают ституционную осведомленность летчика и позволяют выполнять тактические приемы лучше, чем на любом другом истребителе. Эти боковые РЛС позволяют Су-57 достичь высокой автономности в поиске целей, новых степеней невидимости для радаров противника, без потери эффективности цели указания для собственных ракет на борту. Более того, при помощи этой аппаратуры самолет может картографировать поле боя не только в воздухе, но и на земле. Потенциально эффективным оружием против такого самолета могла бы стать противорадарная ракета Ки-H-58. Обладая дальностью действия более 150 километров, этот пятиметровый снаряд действительно является настоящей угрозой по отношению к воздушным снайперам. Ракета ориентируется на излучение исходящего от радара противника, именно поэтому одно из главных ее предназначений – прорыв вражеской ПВО с тыла и последующее ослепление наземного противника. Однако проблема заключается в том, что даже такого эффективного оружия не хватит для того, чтобы справиться с Су-57. Как отмечают авторы материала, российский истребитель обладает высокой скоростью и дальностью полета, так что шансов долететь до него у ракеты Ки-H-58 будет немного. Более того, нельзя забывать, что Су-57 является квинтессенцией всего самого современного, что есть в российской авиации. Он обладает беспрецедентно низким уровнем радиолокационной, оптической и инфракрасной заметности. Иными словами, является идеальным самолетой-невидимкой. И это значит, что Су-57 сможет проникать сквозь оборону противника и наносить удары, фактически находясь в тылу. И тот факт, что Россия не намерена выпускать эти истребители огромными партиями, намекает на то, что он действительно будет использоваться в качестве воздушного снайпера. Его основной задачей станет вовсе не уничтожение самолетов противника. Для этого России сполнохватит и имеющихся уже Су-34 или Су-30СМ. Су-57 же будет расчищать для них поле боя, фактически ослепляя оборону НАТО. А что думают зрители канала ТОП-Арми? Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok